Суть этого эксперимента будет в том, что люди с тебе хотят хорошего отношения, но какого отношения они будут другому человеку? Вот, конечно же, конечно же, если ты увидел какой-то автомобиль, нужно стрелять по нему. Вот, то есть Антонио Прадо до сих пор гетто такой. Ну, ну да, неплохо, в принципе. Сау, Вадим, вот ты накручиваешь себе финк. Так, вот он, в принципе, Вадим. Сейчас будет тот момент, где... Всем привет, друзья, с вами Бурбон. И сегодня, как мне кажется, у меня есть одна неплохая идейка, в которой мы проверим сущность человека. И ролик будет заключаться в следующем. Сейчас мне напишут какой-то подписчик. Допустим, мы с ним встретимся, немножко покатаемся, и я не буду предлагать ему денег. Если он сам попросит денег, я ему дам пять тысяч. И после я под каким-то предлогом выйду из игры и зайду с другого аккаунта. И постараюсь сделать так, чтобы он был у вокзала Лас-Вентуроса. И я уже потенциально дал какому-то подписчику пять тысяч. И с того аккаунта, с другого, который мне предоставил, любезный Резабек Колыбаев, тебе огромное спасибо. Надеюсь, что я правильно прочел твое имя и твою фамилию. Если нет, то извиняй, но надеюсь, что все так. Поэтому большое спасибо за аккаунт. И с того аккаунта я буду такие вот небольшие, знаете, розыгрыши делать. Потом я вообще еще кое-что хочу сделать сам, мне там тоже понадобится для этого тот аккаунт. Ну что ж, чуваки, давайте-ка сейчас подождем, пока кто-нибудь сам напишет. То есть я не буду навязчивым. То есть если кто-то сам напишет, там мы с ним встретимся, немножко поиграем и после проверим. То есть суть этого эксперимента будет в том, что люди к себе хотят хорошего отношения. Но какого отношения они будут другому человеку. И мы проверим, сможет ли отдать тот чувак, скажем, даже тысячу. То есть получается ему подарили просто так пять тысяч, он из этого отдает одну пятую. Но по-моему это довольно-таки не так уж и много. То есть ты получаешь все в плюсе на четыре тысячи. Это все равно неплохо. Вот, конечно же, конечно же, если ты увидел какой-то автомобиль, нужно стрелять по нему. Ну, серьезно. Вот, а потом удивляются люди, почему я ненавижу геттовцев. Я не говорю, что все геттовцы такие. Ну, вы сейчас сами видели, как 47-я хромосома проявила себя. А что касается АЗС, я, наверное, все-таки подожду. Потому что мне говорили, что вот перед Новым Годом, когда будет там акция на донат, что придут различные люди, которые прям дорого могут там покупать различные бизнесы. Кстати, не знаю, насколько это правда. Но обычно мне, так сказать, несколько чуваков говорило. Поэтому давайте-ка сейчас, наверное, доедем, пока что никто не пишет до банка. Оплатим, наверное, свой бизнес. Потому что мне там осталось уже несколько дней. Даже можно посмотреть. Два дня осталось. И, кстати, нужно и за дом, наверное, будет заплатить. Потому что тоже давно не платил. Так, 13 дней осталось. Ну да, сейчас оплатим. Дом на 30 дней, а бизнес на дней, наверное, 10. И, чуваки, если вы хотите, чтобы я больше устраивал таких проверочек, то есть не именно таких, что вот я там беру и чуваку там, скажем, даю денег и захожу с нового аккаунта, а каких-то других. То есть я буду придумывать, если у меня появится какая-то идея, как можно будет проверить там подписчика, либо не подписчика, то я постараюсь это сделать. Так вот, ну а пока что давайте-ка, наверное, оплатим все. Дом на 17 дней. Отлично. И АЗС-ку, наверное, на дней... Давайте на дней 10 оплатим. На каких-то случаев. Так, отлично. Минус 50 тысяч. Отлично. Просто великолепно. Кстати, чуваки, на счету-то у меня сейчас 220 тысяч. И за это большое спасибо Лизабеку. Опять же, потому что он сказал, что уже на Эмбер не вернется. То есть он мне просто отдал свой аккаунт. На нем было 250 тысяч. Я где-то 50 тысяч оставил там, а 200 перевел себе. А там я оставил деньги. Ну вдруг на ней понадобится там на аренду, на какую-то там покупку небольшую. Потому что я с того аккаунта буду именно снимать ролики. Играть я с него просто не буду. Поэтому давайте-ка снимем сейчас со счета все деньги, в принципе, что они там будут храниться-то. Так, вроде бы вот так вот. 220 тысяч великолепны. И получается у меня сейчас 3 миллиона. Ну ладно, сойдет в принципе. Кстати, что касается того бизнеса, который я хотел поймать. Это отель. Давайте-ка сейчас доедем до него. И по-моему он не слетит. У меня начал хрипнуть голос. Так, вроде бы стало лучше. И, ребят, давайте доедем до того бизнеса. Просто я не знаю, откуда пошла такая инфа, что именно тот отель слетает. После еще и Нео приехал туда. То есть как бы мне одному сказали такую инфу. А после там Антонио Прадо, он так и стоял. То есть не знаю. Я просто приехал когда-то в моему вчера в мэрию у Ас-Вентураса. И там было написано, что отели, которые слетают уже ноль. То есть тот бизнес, которым владел Антонио Прадо, он до сих пор был его. Вот, то есть Антонио Прадо до сих пор владеет. А интересно, он сейчас в онлайне. Давайте напишем id Antonio. Нет, в сети его нет. Но печально на самом деле. Кстати, нужно топливо еще заказать. А то уже заканчивается. Там 700 осталось. Поэтому давайте закажем, ну скажем, 9000. То есть такое вот число. Так, минус 18. Окей. И сколько у меня там на счету-то накапало? Мне кажется, там, по-моему, не так много, но 21000, потому что я до этого сигнал. Давайте, в принципе, и сейчас снимем эту 21000, что на сих случай. И, в принципе, с этого бизнеса какой-либо никакой, но плюс я ухожу. То есть за сегодня пока 2600 финка, а так в среднем. Вот здесь, по-моему, закончился бензин. То есть 6200 было. А так оно почти всегда больше 10000. То есть, по-моему, неплохо. И сейчас какой-нибудь владелец там АЗС, где-нибудь там в гетто такой. Ну, ну да, неплохо, в принципе. Ах, ладно. А тем временем нам сау в Вадим. Давайте мы отметим хай в отлично. Так, давайте напишем привет. И, возможно, если он сейчас предложит где-нибудь встретиться, то согласимся. Вот, ты где? А ты хочешь встретиться? Давайте просим вот так вот. Я пока что, если что, отвечу не снимаю, чтобы он ничего не заподозрил. Так, это тоже, как я понимаю... А, Альберто Дестро. Привет тебе большое, братишка. И, смотрите, этот Вадим, он сначала написал о том, чтобы хочет инвайт. Ну, блин, чуваки, я уже почти что в каждом ролике говорю о том, что пока что я не вайчу в семью. И будет ролик, в котором я расскажу, как попасть в семью и что нужно сделать. Но пока что нет. Но после он написал о том, что просто хочет поиграть со мной. Я пишу, типа, и сейчас он тоже поедет к моей АЗС, поэтому давайте-ка отправляемся туда. Просто я сейчас еду туда, чтобы заправиться. Так, как некоторые сейчас опять начнут возмущаться насчет того, что... Вот, ты накручиваешь себе финку. Но, чуваки, какой мне смысл заправляться у других людей и платить им деньги, если я могу сэкономить на заправке? То есть, по-моему, это логично, что я заправляюсь у себя. Ну, а если Вадим попросит немного денег, то мы ему дадим 5000 и, соответственно, я под каким-нибудь предлогом постараюсь заманить его автовокзал у Лас-Вентураса. Потому что тот персонаж, которого мне подогнали, он респавнится именно там. Не знаю, получится у меня или нет. Так, вот он, в принципе, Вадим. Так, он побежал ко мне. Не знаю, он хочет сесть, либо... либо хай. Ну, давайте ответим ему привет, хоть он уже здоровался, типа, смысл еще раз. Короче, давайте предложим, садись. Так, и зачем он пишет, что у меня злоя? Я и так вижу. Но, типа, дело-то в том, что смысл нам кататься на разных автомобилях, если он хотел поиграть со мной. Я ему уже открыл, но он все равно типа... А, вот, все, он сел. И давайте-ка сейчас поедем. Не знаю, будет ли он что, писать по дороге, либо просто будет молчать. Если что, постараемся поддержать разговор. И сейчас отправимся в сторону, наверное, Лас-Вентуреса. Давайте сами начнем разговор. Как жизнь, спросим у Вадима? И почему он ответил мне в ВС-чат, если вопрос был ВС? Ну, ладно, сойдет. А, он, наверное, ошибся, потому что написал ВС. Ну, ладно, тогда окей. Всякое бывает. И вот он спрашивает, буду ли я сегодня снимать? Ну, типа, чувак, я уже и снимаю. Правда, ты об этом пока что не знаешь. Но, а я не пишу, что, типа, я сейчас снимаю. Потому что тогда, понятное дело, когда люди... Я не говорю, что он прям 100% будет. Но просто по статистике, когда я снимаю, люди себя ведут более, знаете, лояльно. Более добрые ко мне и так далее. То есть, потому что, вау, я паду на YouTube. А это он не знает. И он будет вести себя, знаете, так же, как он ведет себя в реальной жизни. То есть, не в реальной жизни, а просто в игре, когда он играет. И ему не нужно, там, притворяться ради, там, бандикама, скажем так. Фома, блин, дорого стоит. Я согласен с тобой. Это да, 500 рублей и практически ни за что. Просто за общий чат. То есть, это действительно... Я согласен, если там еще добавлено каких-то функций, там, возможностей. Хотя бы там больше выбора различного. Но ничего. И вместо того, чтобы улучшить Фому, даймондцы делают свою рулетку. То есть, молодцы. Что еще сказать? Так, короче, давайте-ка сейчас уже подходить будем к завершению. Так, давайте-ка подъедем сюда. И напишем ему такую небольшую историцу. Вот так и написал. Чувак, сейчас беда случилась. Мне надо выйти на минут 10. Он пишет, какая? Я пишу ему. Я спаун поставил тут. Можешь меня минут 10 подождать? Я такси арендую, мы поедем. Пишу ему дальше. Просто три на косяк. И хоть он не спрашивал про деньги, давайте ему дадим 5000. То есть, вот, в принципе, отлично. И давайте-ка сейчас я перезайду от другого уже аккаунта. Чуваки, сейчас, наверное, немножко нужно еще подождать. Потому что я не знаю. Я не знаю на самом деле. Я не запамятен, что так быстро зашел какой-то чувак. Ну, окей, давайте-ка уходим. Вот, мне 59 тысяч. Так, мы видим, что на миникарте вон он есть. И давайте-ка сейчас подождем около минуты. И побежим к нему. И да, мой небольшой пранк, он немножечко изменился. Потому что изначально я хотел сделать так, чтобы у меня подписчик сам попросил денег. Но он не просил денег, поэтому мне пришлось взять ему самому. Но, в принципе, я не знаю. Это немножечко, да, не так, как я хотел. Но все равно, то есть, я ему дал денег. И, то есть, я с ним поделился частичкой своих денег. А поделится он со мною частичкой своих денег. И давайте посмотрим, какое у него будет отношение. Отношение ко мне. Так, давайте-ка. Давайте-ка, давайте-ка, давайте-ка. Блин, сейчас нужно, наверное, подождать, пока этот чувак, который пишет, что Исуката Такаши, он уйдет. Он у него что-то спрашивает про его работу. Он начал выгонять какого-то чувака из такси. Не знаю, зачем, правда. Отлично, просто виноколепно. Я у него спросил, можно узнать, как вас зовут? Вадим. Очень приятно. Вот так вот. Я попросил у него 500 баксов. То есть, даже не 1000, а 500. То есть, не так уж и много. И давайте-ка посмотрим. Сейчас будет тот момент, где он... Да, он написал, конечно, держите. Это действительно дико приятно, что он не пожалел денег для бомжа. И давайте-ка сейчас, наверное, даже с этого аккаунта доиграем с ним рпшку. Он пишет, конечно, держите. Давайте-ка сейчас, наверное, прописывает слэш пай. Так, да, он действительно дал мне 500 баксов. Почему он пишет, блин, я попался? В смысле попался? То есть, он же дал денег. В смысле попался? И давайте-ка 5000 передадим. Напишем ему. Поэтому, Вадим Милосердов, тебе большой привет. И давайте-ка его сейчас, наверное, довезем. Поэтому давайте-ка арендовываем такси. Давайте-ка его сейчас довезем, куда ему нужно. И будем уже выходить, ребята. Это действительно было приятно. То есть, потому что за доброту нужно отвечать добротой. То есть, это, как мне кажется, правильно. И повторюсь, наверное, в четвертый раз. Это действительно было приятно, что чувак дал бомжику 500 баксов. То есть, ну, не знаю, остались такие люди еще в наше время. Так, давайте спросим, куда тебя? И вот, если писали, что да это твой подписчик был, то сейчас он действительно не знал, что я это бурбон. То есть, этот чувак это бурбон. Поэтому такое вот получилось. Так, он пишет, да мы его дома сейчас. Такое ощущение, я знаю, где его дом. Ну, ладно, он сейчас, наверное, напишет, где он. Он мне пишет, что вы пришли в такси. Там вроде бы метку можно поставить. Что это? Такси 27. Если не знал эту команду. А, вот, да, все, я понял. Это, кстати, прикольная функция теперь есть. Это довольно-таки действительно прикольная функция. Не знаю, добавим ее сейчас, либо она была до этого. Я, кстати, не знал. Так, пассажир установил метку на карте, чтобы убрать метку. Так, а где теперь эта метка-то находится вообще? Почему-то у меня эта метка, она не отобразилась. Я, правда, не знаю, почему. Так, вот круто. Давайте еще раз попросим, забросим вот это вот место расположения. Потому что у меня почему-то метка эта не отобразилась. Он пишет сам, пранк, люблю рубрику эту. Ну, да, вот, ты любишь эту рубрику и попал в нее сам. Я надеюсь, ребят, что ролик вам понравился. Потому что на этом, наверное, и все. Сейчас мы его просто довезем. И, ребятки, можете поставить лайк, если ролик появился вам интересным. Также подписаться на канал, если еще не подписаны. А с вами был Бурбон. Всем пока.